Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфар. И Александр Глушенко. Саш, помнишь, мы все время обещаем нашим зрителям о том, что в конце года подведем определенный итог. Так вот, самый главный вопрос, где же наши наследили-то за 2018 год? Потому что, вот честно я тебе скажу, за минувший год было множество информации. У меня создается впечатление, что вообще по всему миру наши ГРУшники наследили. Правда, не везде они любовались шпилями, это надо признать. Но вот ты выполнил свое обещание систематизировать как-то эту информацию? Да, вот перебрал все источники, где упоминалось все, что связано с деятельностью наших разведок, спецслужб, а также аффилированных с ними различного рода организаций хакеров, потому что это тоже актуальная тема. И вот по информации зарубежных, в основном СМИ, по информации дипломатических источников, которые были опубликованы, в том числе и в российских, в основном оппозиционных СМИ, я пришел к выводу, что за 2018 год следы российских спецслужб обнаружены в 15 странах мира. И предъявлено обвинение именно российским спецслужбам в 15 странах мира. В основном в европейские, но есть даже страны заокеанские. Но прежде всего это Соединенные Штаты Америки. Буквально самое последнее. В ноябре месяце прошли промежуточные выборы в Конгресс. Появилась информация о вмешательстве в промежуточные выборы с помощью хакерских атак и манипулированных общественным мнением на уровне информационных агентств и информационных сайтов. В чем смысл? Россия стремится привести к власти сенаторов и конгрессменов, пророссийский настроек, чтобы потом влиять на политику государства. Вот основная цель. Поэтому Даниил Коуц, начальник национальной разведки США, директор национальной разведки США, как раз заявил об этом. Плюс по Америке проходит у нас Мария Путина. Наверное, многие слышали про нее. Она там сейчас арестована как агент России, представляющий угрозу безопасности. Она занималась, ну, что-то типа вербовки крупных политических деятелей, даже чиновников, с целью их склонения к деятельности в пользу России. Свою вину она, кстати, признала и вступила в сотрудничество со следствием. Следующее государство – это Великобритания. Но тут уже что описывать. Ну, да. Идут разборки по поводу этих двух пидей Мишкина, которые ездили для якобы любоваться шпилем Солдберийского собора. Заодно решили травануть этого лучшего полковника Скрипаля. И теперь несколько международных организаций и самых видных в мире лабораторий исследуют это химическое вещество. А они сидят и в качестве попугаев дают какие-то ответы Маргарите Симоньянкам о том, кто они такие, что они там делали. Вот, конечно, в этой ситуации позорище, жуткое вышло с конспирацией, да, и с легендированием их деятельности. Когда все знают, что это офицеры, что это они якобы герои Российской Федерации, висят на всяких стендах, на сайтах, везде, где попало, а в результате оказываются там, в этом Солдбере, с банкой этой самой травы. Следующий элемент. Нитерланды. Выслано 4 россиянина. Также было подтверждено в силу бестолковости с конспирацией. Выслано 4 россиянина, которые пытались взломать серверы организации по защите от химического оружия. Они подъехали на автомобиле, включили там специальную установку, которая улавливает излучение от серверов, находящихся в здании. Попытались взломать этот сервер, расшифровать информацию, потому что поза их его на тот момент, который находится в Нидерландах, как раз и занималась расследованием вот этого Солдберейского эпизода с Чипикой и Мишкиным. Но когда их нидерландская полиция или спецслога взяли за одно место, у них даже обнаружили квитанцию от такси, как они проезжали там от Смелохорошевского шоссе, где на штаб Перу, до аэропорта, по-моему, Шереметьево. Ну, то есть так заканспирировались ребята. Далее, Германия. Хакерская группа СНЕЙК, сотрудничество которой с российскими спецслужбами доказано немцами, пыталась взломать серверы Бундестрага, Бундесвера и Министерство иностранных дел. Швейцария. Сотрудник под дипломатическим прикрытием, объясняю, что это такое, это он вроде дипломат, а на самом деле он разведчик, который работает вот в этой швейцарской резидентуре, пытался проникнуть в химлабораторию города Шпиц, которая также занимается исследованиями по делу в Скрипаля. То есть, видимо, либо уничтожить, либо выкрасть информацию, которая содержится в этой химлаборатории по применению вещества новичок. Это буквально вот летом этого года. Австрия. Одна из самых дружелюбных с Россией европейских стран. Там задержан полковник вооруженных сил Австрии, который занимал очень высокую должность в Министерстве обороны и работал на Россию с 90-х годов. То есть, за всю ее новейшую историю, скажем так. И даже после выхода в отставку, как гражданский служащий, имел доступ к секретной информации. То есть, до самого последнего дня своей деятельности. Словакия. Выслан российский дипломат осенью этого года. Уличен в сборе информации о силах НАТО на территории этой республики. Ну, мы знаем, что Словакия не так давно вступила в НАТО. Это новый член НАТО. Нужно было срочно собрать информацию о размещаемых силах НАТО и инфраструктуре на территории этой республики. Швеция. Вмешательство в выборы. У меня вот манипуляция общественным мнением при помощи информационных средств, информационных технологий. Опять же, подчеркну, там, где идет речь о вмешательстве в выборы, это значит, Россия пытается протихнуть во власть пророссийски настроенных политиков. Для того, чтобы потом государство работало в интересах России, скажем так. Италия. Вмешательство в местные выборы также с целью прихода к власти пророссийских сил. Мексика. Куда вы добрались? Мы на Мексике добрались. Хотя раз вскрыли эту информацию американцы. Дело в том, что Мексика это сосед Соединенных Штатов. И там очень сильная американская агентура. И американцы сами, не вскрывая своих источников, предупредили спецслужбы Мексики в возведет вмешательство в выборы одного из сенаторов. Туда протаскивают пророссийски настроенного сенатора. Греция и Македония. Смотрите, какая там интрига. Греция уже 25 лет ведет конфликт между собой, между Грецией и Македонией, в связи с тем, что Греция не хочет, чтобы Македония называлась Македонией. Потому что Македония это, в принципе, одна из провинций Греции. А вот эта Македония, исторически это не греческая провинция, исторически это просто-напросто бывшая республика Югославия. В составе Сафраилы. Она пытается войти сейчас в НАПР. Но Греция поставила условие, что она не будет голосовать за вступлением Македонии в НАТО, пока та не примет название Северная Македония. И вот сейчас принято решение, как бы внесено в парламент и там на рассмотрение руководящих органов государства решение, предложение о переименовании в Северную Македонию, чтобы выполнить условие по вхождению в НАТО. Россия срывает политические соглашения, потому что не хочет, чтобы Македония попала в НАТО. Вот это Северная Македония попала в НАТО. То есть ведутся какие-то провокации, попытка усилить напряжение между двумя странами и так далее. Ну и наконец, последний факт, это Финляндия и Ромегия. Знаем, что не так давно, по-моему, в ноябре, проводились крупные маневры сил НАТО в Северном море, на севере, в северной акватории Балтийского, и, значит, были установлены, что силы РЭП России, радиоэлектронной борьбы, находящейся на Кольском полуострове, ставили помехи в работе системы ЦПС, то это глобальная позициональная система, ей пользуются все принципы цифрованные страны для определения своего местонахождения, направления движения и так далее. Вот 15 фактов вмешательств только за 2018 год. То есть, государство, наше государство, не имея возможности выстроить, это как вывод, дружелюбную политику, взвешенную, сбалансированную, в том числе экономическую, построить диалог с нашими партнерами, как у нас любит говорить наш национальный гидр, партнерами, хотя, по-моему, при этом зубами скрижащих. Вместо того, чтобы ввести взвешенную, сбалансированную политику, мы занимаемся различного рода специальными операциями. Я скажу, что в 2017 году я проводил анализ, таких фактов было 12, но дело в том, что в более ранних годах, а в годы нахождения у власти, например, Бориса Ельцина, об этом речи не шло вообще. Ну, от силы один, там, два случая в течение года, двух лет. И то, связанное только с высылкой дипломатов. Саш, а тогда у меня к тебе вот какой вопрос. Ты, как военный человек, прекрасно понимаешь, и ты всегда об этом говорил, ни одно государство мира не может обойтись без разведки и без контрразведки. Это нормально. Но я вот припоминаю, даже в период холодной войны, ну, не было такого. Ну, бывало, воровали секреты, но чтобы вмешиваться во внутренние дела, такого не было. В чем принципиальная разница? Что поменялось? Ну, вот именно и то поменялось, что Россия является страной избоем. Это первое. Она на данный момент реально стала страной избоем. Обратите внимание, сколько международных визитов и в какие страны совершали предшественники Путина. А да они, по сути дела, из самолетов не вылазят. Иногда даже по таким причинам, что просто вылезти не могли. Ну, да. Какие-то, например, вороладки. Но это говорило о том, что человек утомился. Он улетает по миру целыми неделями, там, месяцами. А здесь, ну, что, ну, раз в полгода позовут на какой-нибудь сами. И то там поставят с краю. И радость большая, чуть ли не национальная гордость, что ему два политика европейских руку подали. Мы стали изгоем. Благодаря проводимой нами внешней политике. В том числе и благодаря подобного рода спецоперациям. И вторая, может быть, не менее важная причина того, что столько информации поперло насчет спецопераций российских спецслужб, это то, что качество спецслужб резко снизилось. Идет деградация и развал этих самых спецслужб. Потому что раньше, скорее всего, работали просто аккуратнее. Вот и все. Вот ты прямо с языка снял финальный вопрос. Вот посмотри, уж назвать хорошими отношениями между СССР и США в годы Холодной войны, но это можно, извини меня, с очень большой натяжкой. Отношения были, мягко говоря, нехорошие. Мы помним и Карибский кризис, мы помним и то, как Рональд Рейган назвал СССР империей зла. Все было. Но не было вот за такой короткий промежуток времени, ну, Саша, ну не было такого вот количества провалов. Я не понимаю, что вот в российские спецслужбы берут людей по объявлению, или там действительно уже люди на самом деле заняты только личным обогащением. Что происходит? Ну, как, объясни мне, как за такой короткий по историческим меркам срок могла спецслужба, одна в свое время, одна из сильнейших спецслужб мира деградировать до такой степени? Как это возможно? Это общая тенденция в стране. Это та же тенденция, которая сейчас серьезнейшим образом проявляется, допустим, в нашей инфраструктуре технической, технологической. Посмотри, вот этот жуткий случай в Перми, в Савикамске, когда сгорели рабочие. Это жуткий случай, в Кемерово тогда сгорел торговый центр. Эти, по-моему, порядка там шести или семи, около десятка, по-моему, мостов, которые рухнули только в этом году в нашей стране. Да какой выход, говорю, за последние три месяца? Деградирует все полностью, вся система. Мы сейчас доедаем, дожевываем то, что оставил Советский Союз. При всем негативном отношении к политической системе там хоть что-то создавалось. Были какие-то требования, проще говоря, ГОСТы, государственные стандарты, в том числе и на разведывательную, и контрразведывательную деятельность, на оборонительные мероприятия. Жесткие были требования и правила. Жесткий был отбор. Те кадры, которые работали при советской власти, ушли. При всем негативном отношении к ним, то, что они проводили тоже политику не совсем нормальную, не совсем гуманную, скажем так, при этом новые кадры, они пришли просто за длинным рублем. Это однозначно. Ну что ж, друзья, вы слышали своими ушами те итоги, которые подвел полковник вооруженных сил России Александр Глученко относительно провалов наших отечественных спецслужб на мировой арене. Причем, на мой взгляд, провалов позорных и нелепых, и за которые, я считаю, нужно из-за которых надо просто стыдиться. Но я повторяю, выводы делать только вам. До встречи. До свидания.